что касается российского рынка робототехники на самом деле печальный достаточно то есть есть статистика ассоциации международной ассоциации рынка робототехники игроков она говорит о плотности роботов есть такой показатель на 10 тысяч работающих и в россии он 4 при среднем в мире 87 и при там в лидирующих странах это корея германия порядка 600 вот то есть надо сразу обозначить что рынок робототехники у нас в грустном состоянии вот но тем не менее мы делаем и стараемся вопрос исправить и развить и вот российских германские инициативы это собственно один из инструментов который мы пытаемся использовать для развития рынка не знаю слышали вы об инициативе грит это инициатива на уровне немецкой внешнеторговой палаты и российского министерства она призвана объединить лидирующие немецкие компании там несколько компаний в области дигитализации информатизации автоматизации и как бы визави российские компании которые занимаются тем же самым инициатива появилась не так давно по моему порядка двух лет назад сейчас какие шаги это информирование то есть эта встреча на уровне там на достаточно высоком уровне с государственными органами и с предприятиями ну и выработка дорожной карты вот это то что мы делаем со стороны именно российской германской но помимо этого безусловно есть инструменты которые компании на рынке как они развивают рынок ну это например обучение вклад в образование наверное основной вопрос это конкурентоспособность то есть в россии конкуренция не такая большая если мы говорим о промышленности достаточно большая доля государственных заказов вот и там ну мы не видим вот попытки компании конкурировать друг с другом ведь автоматизация это роботизация именно это такой вторичный уже уровень то есть без робота можно произвести изделие но с роботом она будет качественнее вот для того чтобы была необходимость в качественном изделии нужна конкуренция а что касается самой конкуренции опять же наверное конечно вопрос больше зависимости от госсектора и госзаказов мы надеемся мы видим что минпром в общем то делает шаги для того чтобы такая зависимость уменьшалась вот а с другой стороны это развитие программ поддержки робототехники потому что если брать историю все лидирующие сейчас страны они в свое время начинали вот с некого такого толчка со стороны в том числе минпрома местных и создание программ по автоматизации роботизации на китае хороший пример у них целых пять параметров таких действий сейчас мы только начинаем в россии не так давно буквально три года назад появилась ассоциация участников рынка робототехники то есть ее вообще не существовало до этого хотя мы на рынке работаем уже 12 лет и вот не так давно получается по этим меркам и вот ассоциация она уже в тесной связи и во взаимодействии с министерством промышленности она как раз прорабатывает программы плюс у нас появляются технологические центры на базе университетов но здесь мы сами этим занимаемся то есть это уже там части нашей инициативы мы создаем тоже по образу и подобию того что есть в европе эти технологические центры они призваны как раз развивать российские технологии и их уже экспортировать то есть наши предприятия они как правило в использовании робототехники не должны ограничиваться именно российским рынком идея как раз должна быть экспорта потому что опять же если брать европу там конкуренция выше но с нашими российскими исходными данными то есть низкая себестоимость так как раз сейчас очень на хорошее время хорошее окно для того чтобы туда пойти